Институту международных отношений 10 лет. Как сказать ребенку, что у него ВИЧ? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Максим Мартынов. В Институте органической физической химии имени Арбузова прошло вручение Казанской премии имени Арбузовых за выдающиеся исследования в области фундаментальной прикладной химии среди молодых ученых. На вручении присутствовал заместитель председателя комиссии, директор химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета Марат Зиганшин. Он отметил, что наш вуз ежегодно занимает призовые места, тем самым внося огромный вклад в науку. Напомним, что премия вручается с 2006 года и за 17 лет своего существования позволяет молодым ученым вывести в свет свои исследования и создавать грандиозные проекты на благо развития химии. Казанский федеральный университет очень хорошо представлен в этих премиях. Они постоянно, ребята, получают эти выдающиеся премии. Вот сегодня победитель Агарков Артем, он вроде как сотрудник института имени Арбузова, но тем не менее он является еще и преподавателем, доцентом кафедры органической и медицинской химии Казанского федерального университета. Третье место, которое получил Буматенков Дмитрий, это как раз наш сотрудник кафедры физической химии. Он молодой кандидат наук, недавно защитился в будущем преподаватель. То есть я считаю, что Казанский федеральный университет очень достойно представлен такими молодыми учеными. Они регулярно получают эти премии. Проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев встретился с представителями Института истории естественных наук Китайской академии наук. Гостям рассказали об истории становления одного из старейших вузов России, научных достижениях и открытиях, образовательных программах и партнерствах с ведущими научно-образовательными центрами. В Казанском федеральном университете состоялось расширенное заседание Бюро отделения Российского исторического общества в Республике Татарстан, посвященное десятилетию формирования в структуре КФУ Института международных отношений и десятилетию создания регионального отделения Российского исторического общества на базе КФУ. Императорский зал главного здания вуза был заполнен представителями министерств и ведомств вузов Казани, Академии наук Республики Татарстан и других государственных учреждений. Для открытия расширенного заседания в президиум, а после на трибуну для приветственной речи были приглашены сопредседатели Российского исторического общества, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский, первый проректор, проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский, директор Института международных отношений КФУ, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Республике Татарстан Рамиль Хайрудинов. Дмитрий Таюрский поздравил коллег с памятной даты и отметил, что Институт международных отношений является признанным научно-образовательным центром Республики Татарстан в области гуманитарных наук. Его работы и исследования хорошо знакомы не только российским ученым, но и зарубежным. За 10 лет был пройден очень серьезный путь, были решены очень серьезные задачи, и, конечно, эти задачи были решены вами, уважаемые коллеги, которые присутствуют здесь, а здесь присутствуют и ветераны, и работники института, которые сегодня несут достаточно большой объем образовательной нагрузки, ведут научную работу, и, конечно же, директор Института международных отношений Рамил Равилович Хайрудинов. Вам, уважаемые коллеги, всем большое спасибо, что вы решили эти задачи. Вклад отделения Российского исторического общества в Республике Татарстан по достоинству оценен государственными органами власти Российской Федерации. Благодаря поддержке Министерства науки и высшего образования России и при деятельном участии татарстанских историков, стало возможна реализация целого ряда проектов, нацеленных на развитие исторических исследований и популяризацию исторического знания. В ходе беседы сопредседателя Российского исторического общества, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский отметил, что сегодня историки – одни из самых востребованных кадров на рынке труда, будь это учебное заведение, научная организация, архив или средства массовой информации. Грамотно подготовленный квалифицированный сотрудник – это универсальный аналитик, человек, который умеет работать с информацией. Казанский федеральный – один из лидирующих университетов по подготовке историков и по количеству, и по качеству. Заметно растет средний балл среди поступающих на исторические специальности. Здесь в КФУ он по сравнению со всей страной очень высокий, но и по всей стране он растет и заметно выше, чем средний балл поступающих в целом на все направления подготовки. Это говорит о том, что на историю сейчас пошли не те люди, которые идут на историю, потому что в математике не понимают, а те, которые видят в этом будущее. И второе, конечно, нам необходимо наводить порядок, мы активно этим занимаемся, с преподаванием истории на всех направлениях подготовки, чтобы каким минимумом исторические знания люди бы владели, чтобы этот курс истории России был бы не формальным, а направленным на реальное получение соответствующих знаний. Рамиль Хайруддинов, директор Института международных отношений и председатель Совета отделения Российского исторического общества в Республике Татарстан, рассказал гостям о пройденном большом пути, о 10 годах становления отделения и о работе, которая была проделана за это время. Проведены более 200 крупных научных мероприятий. Опубликовано около 100 научных монографий. Реализовано порядка 50 серьезных международных и всероссийских проектов. Отделение Российского исторического общества в Республике Татарстан стало признанным лидером в развитии и популяризации исторического знания. Сейчас на карте страны более 60 территорий, где существует это серьезное братство ученых, историков, музейщиков, архивистов, деятелей культуры, учителей истории, краеведов. И это действительно уникальное сообщество, которое не имеет аналогов и как по резонансу, и по вкладу в развитие отечественной культуры. Пожалуйста, следующий слайд. Обратите внимание, пожалуйста, на те принципиальные позиции, которые были высказаны первым лицом. Есть поддержка общества на самом высоком уровне, а самое главное идет конкретная постановка задач. Поздравили участников торжественного заседания не только лично, но и через видеообращение. Заместитель директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел России, ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко, сопредседатель Российского исторического общества, ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Таркунов и другие известные ученые и руководители научных и образовательных учреждений стали причастными к этому поистине знаменательному событию, даже находясь в тысячах километров отсюда. Я хорошо помню, как начал создаваться Институт международных отношений в структуре КФУ. И помню хорошо коллег, и не только помню, но и сейчас мы довольно регулярно общаемся. Я вообще очень люблю бывать в Казани. Мы выезжали, как вы, наверное, помните, и командой довольно большой, и с МГИМО встречались в КФУ. И мне довелось не раз бывать в Казани. Казанский университет – это один из столпов нашего российского образования, драйверов образования. В ходе мероприятия участникам заседания, в том числе представителям КФУ, были вручены различные награды. Завершилось оно подписанием КФУ двух соглашений о сотрудничестве по реализации гуманитарных проектов с Государственным комитетом по архивному делу Республики Татарстан и Академией наук Республики Татарстан. Карина Саяхова, Аделя Файзулина, Универновости. В Республике Татарстан насчитывается 140 детей с положительным ВИЧ-статусом, и история каждого заслуживает отдельного внимания общества. Фонд Светланы Замбаевой помогает осветить проблематику и важность этой темы. Ведь чем раньше сообщить ребенку о диагнозе, тем лучше и быстрее он примет себя и сможет социализироваться. А для безопасного раскрытия статуса необходим комплексный подход и работа с каждым членом семьи. В Национальной библиотеке Республики Татарстан прошло открытие выставки «Недетский секрет», герои которой показали остальному ВИЧ-сообществу, что говорить не страшно. Вирус иммунодефицита человека. Что мы знаем о нем, кроме того, что эта болезнь может перерасти в СПИД. Общество привыкло думать, что этот недуг передается только половым путем, и если осознанно подходить к защите, то можно избежать вируса. Но так ли все просто на самом деле? За этой распространенной информацией скрываются дети и взрослые, которым ВИЧ передался по факту рождения от матери с положительным статусом. Раскрыть эту тему и оспорить стигматизацию болеющих людей в мире помогает фонд Светланы Изамбаевой, благодаря которому в Национальной библиотеке Республики Татарстан прошло открытие фотовыставки «Недетский секрет». Главными героями фотографий стали люди, имеющие положительный ВИЧ-штатус. Основная концепция в том, что человек не показывает своего лица, ведь открыться и рассказать миру о своей болезни страшно. Вдруг осудят. Для меня было удивление, что взрослые люди не знают о том, что существует дети с ВИЧ. И я подумала, что очень важно показать, что существует дети с ВИЧ. Но как это сделать? Каким творческим компонентом? Как это обыграть? И вот идея показать лица, сначала это были ролики, через фотопроект. Но я уже рассказывала о том, что у нас программы адаптации есть, уже из года в год существуют. Мы собираем с трудом на нее деньги, но мы ее организуем и проводим. И задача была такая, чтобы фотографу, тем людям, кто спонсирует нас, показать реальных людей, но не показав лица. Герои фотовыставки – обычные люди, за которыми скрываются важные истории. Каждая фотография рассказывает о ней кратко. Сокрытие лица раскрывает главный концепт. Молчать не страшно. Путем такого художественного оксюмора на авторы выставки хотели показать, что общество готово к важному разговору о том, что люди, болеющие ВИЧ, ничем не отличаются от людей с отрицательным статусом. Еще одна важная миссия, которую хотели затронуть создатели фотовыставки – важность терапии и освещения того факта, что именно она дает возможность жить обыденной жизнью и завести семью, родить здорового ребенка и не бояться ни осуждения, ни трудностей. Открытие фотовыставки «Недетский секрет» посетил главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Нияз Галиулин, который выразил свое стремление к борьбе со стигматизацией людей с ВИЧ-положительным статусом и популяризации необходимости вовремя начатого лечения. Это не только сообщество с ВИЧ-положительным статусом, это для всего населения, что вообще есть, еще раз напомнить людям, что есть проблемы ВИЧ-инфекции, что не только взрослые болеют, но и дети, к сожалению, болеют. И больше всего это зависит, конечно, от поведения взрослых, чтобы дети не заболели. Если взрослый заболел, если он вовремя принимает лекарства, наблюдаются медицинские организации, то в этих семьях дети рождаются здоровыми. Даже если цифры посмотреть, за весь период регистрации ВИЧ-инфекции в республике родилось более 4 тысяч детей от ВИЧ-инфекционных матерей. И всего 140 детей сегодня живут с ВИЧ-инфекцией. Вот это говорит о том, что технологии сегодня медицинские отработаны, чтобы не допустить передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенка. Поделиться своей историей лично пришла героиня одной из фотографий, которая при помощи фонда Светланы Изамбаевой раскрыла свой статус и показывает своим примером всю силу и бесстрашие перед мнимыми оценками общества. Ее история показывает и доказывает, что молчание не решит главные проблемы, а лишь усугубит давление и тяжесть ноши. Автором проекта стала Марина Нагорова. В ее руках оказалось более 40 историй. И из каждой она смогла сделать уникальный сюжет, который полностью отражает то, с чем столкнулись герои фотографий. Когда биологическая мать меня родила, я оставила город в доме на второй день. Меня перевели в инфекционную больницу, где я жила до 4 лет. И после меня взяли в приемную семью. И вот до сегодняшнего времени я и там проживаю. В районе 7-8 лет больше ничего общаться со Светой. И как раз таки в то же время рассказала нам мама, что мы... Потому что я не один ребенок в положительной семье, а нас всего четверо. И как раз таки мама собрала в районе 7-8 лет, когда мне было. И рассказала, что мы для начала приемные. И как я полагаю, второй секрет это был то, что мы весь положительная иллюзия. Каково это, жить с ВИЧ? Через что проходят дети с особым статусом? Даже в жизни обычного ребенка бывают проблемы, с которыми он остается наедине. А детям и подросткам с ВИЧ намного сложнее. Еще и потому, что многие из них сироты. Рядом с ним нет взрослого, которому можно обратиться за помощью. Именно эти вопросы поднимает проект фото-выставка «Недетский секрет». Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости. Карьера студентов, их потенциал и умение достигать поставленных целей – то, что интересует руководство и преподаватели Казанского федерального университета. Ведь будущее страны напрямую зависит от выпущенных кадров. Центр карьеры Департамента образования Казанского федерального университета и мэрия Казани провели карьерное мероприятие для студентов вуза, чтобы рассказать, как построить карьеру госслужащего. Что представлять собой мэрия сегодня? Как пройти там стажировку и практику? Какими качествами должен обладать будущий сотрудник? На эти и другие вопросы в ходе неформального разговора ответили глава Приволжского и Вахитовского районов Казани Альберт Салихов, начальник организационного управления исполкома Казани Эдуард Бакулин и заместитель начальника управления кадровой политики исполкома Казани Алина Шаронова. К концу года мы запустили серию мероприятий профориентационного характера. Мэрия города Казани обратилась к нам с предложением провести для студентов разных направлений карьерное мероприятие, на котором они рассказали о тех возможностях, которые существуют для студентов в мэрии. С точки зрения прохождения практики, прохождения стажировки, обмена опытом, наставничеством и, надеюсь, что в будущем это устройство. На этом все. В студии был Максим Артенов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова